Big Blue Button из прошлого скринкаста всем понравился и я обязательно сделаю продолжение, но сегодня о более насущной теме — мостах в Тор. Даже не буду рассказывать, что такое Тор, у меня есть отличная анимация, на этот счет ссылка в описании. Но Тор в России пытаются заблокировать как сам сайт, так пытаются блокировать и ноды. Поэтому, если у вас Тор не работает, нужно просто прописать мосты самостоятельно. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Так, на заглавной странице заходим в настройки. У вас, возможно, будет русскоязычный интерфейс, но неплохо знать, где менять язык. Вот здесь. Русского нет в предустановленных, но это не страшно. Его нужно доустановить, делается несложно. И перезагрузить браузер. Скачать Тор, кстати, задача непростая, поскольку сайт в России заблокирован, а качать из непроверенных источников я вам не советую. То есть, чтобы скачать Тор, вам нужно иметь Тор, чтобы зайти на заблокированный сайт Тор. Шутка. На самом деле достаточно VPN. Кроме того, в описании оставлю адрес зеркало, вроде до недавнего времени работало. Он, кстати, предупреждает, что использование русского языка может быть небезопасным. Предлагает оставаться на английском. Касается это запросов страниц, а не языка интерфейса, но вообще я вам советую учить английский. Иначе придется учить китайский, а он гораздо сложнее. Так, ну и идем в мосты. Это опять настройки, далее Тор и, собственно, вот они. Использовать мост. Мосты — это промежуточные ноды, которые служат для подключения к сети Тор и они закрыты, исключены из всех публичных списков. Во-первых, тут есть встроенные мосты. Насколько я знаю, Snowflake в России может сработать. Это я слышал от одного из специалистов по цифровой безопасности, а другого слышал, что наоборот может сработать у BFS. Поэтому можете попробовать все три и, если не сработает, переходите, собственно, к возможности прописать собственные мосты. Первая опция — это запросить мосты у Тор Проджект. Очень сложная опция, потому что вам придется решить капчу. Тут есть прописные буквы и строчные. И какие из них какие, естественно, понять невозможно. Попробуем вот так. Угадал. Я удачлив. Ваше превосходительство. Откуда цитата? Пишите в комментариях. Собственно, все. Добавлено три моста. В целом, опять же, может сработать. Но, если и это не сработает, попробуем указать свой мост. Ну, точнее, это тоже не ваш, а мост от Тора. Где его взять? Есть несколько способов. Кстати, в описании оставлю статью от Сергея Смирнова, где описаны и сама эта процедура и все способы заполучить мосты. Мы воспользуемся, на мой взгляд, самым простым способом, а именно попросим мост у бота в Телеграм. Нам нужен get bridges bot. Запускаем. Пишем slash bridges и вот он. Копируем строчку целиком и вставляем в Тор браузер. Один мост, одна строка. Все. Теперь по идее все должно заработать. Они громят аппаратуру, они трут нас в порошок, но анархия жива и все будет хорошо. Напоследок покажу, как прописать мосты в мобильной версии. Есть и такая, если кто не знал. Тор браузер в плеймаркете. Под iOS сами разработчики советуют onion browser. Так, тут на заглавной странице нужно перейти в настройки. Именно на заглавной дальше, по-моему, в настройках мостов нет. И тут, собственно, конфигурация моста. Использовать мост. Опять же, либо Snowflake попробовать, либо указать свой. Ну и дальше по аналогии. Заходите в телегу, запрашиваете мост, выводите. Ок. В комментариях под анимацией про Тор мне кто-то написал, типа, а чего вы не сказали, что Тор в России заблокирован? Ну, ребята, в России много что заблокировано, но это совершенно не повод, чтобы этим не пользоваться. Например, в России заблокирована правда, но это не значит, что мы не должны говорить правду. Все любите друг друга. Сейчас это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.